Сегодня фактически произошел фальстарт открытого судебного заседания по делу в отношении Алиева, Куку и других ребят, которых обвиняют в террористе и в терроризме и в приготовлении к насильственному захвату власти. В связи с тем, что не явились адвокаты одного из подзащитных, подсудимых, фактически мы не смогли начать. Была небольшая только подготовительная часть и на этом все закончено. Отложено заседание на 14 февраля. Подсудимые доставлены в зал сюда под конвоем. По видеоконференции участвуют защитники Легоста, Курбединов, Семидляев, Тимишев. Отсутствуют защитники Железня, Карагулина, Алиев. Граждане Российской Федерации. Граждане Российской Федерации. В материале уголовного дела имеется копия вашего паспорта гражданин Украины. Гражданство не отказывается, не будет лишения. Документы, паспорт, все находится в уголовном деле. Согласно материалам уголовного дела, вы получали паспорт гражданин Украины. Какая там дальнейшая судьба вашего гражданца Украины? Не отказывались? Нет, я не отказывался. А, паспорт, вот здесь. Паспорт мой, если его не изъяли, значит он дом. Понятно. Серый Владимир Андреевич, 20.02.1989. Где родились? Родился в Республике Крым, Нижнегорский район, село Семеново, Садовая 5. Прямо там родились? Там родились. На Садовый Тель? Да. Президент Российской Федерации? Да. Так, по-моему, имя отчество? Джафаров, Арсенбур, Мамбетович. Число месяца года рождения? 28 января 1991 года рождения. По национальности? Крымские татары на Республике, Нижнегорского района. Граждане Российской Федерации? Да. Также получали паспорт гражданин Украины, запас, материалы дела. Гражданца не отказывались, не вырешили? Нет. Какого линия у Семеново? Число месяца года рождения. 26 января 1976 года рождения. Мне сложно судить, в отличие от этого процесса, от севастопольского дела, которое было рассматривалось, но объединяющие признаки, они, в общем-то, налицо. Нет какого-либо оружия, двоеприпасов, каких-либо насильственных действий или приготовлений к насильственным действиям. Всего того, что свидетельствует как раз о насилии и о террористических намерениях. И следствие, обвинения каким-то образом формируют из этих отрывочных суждений, из отрывочных фраз, из кухонных разговоров, формируют некое обвинение в том, что люди хотели захватить весь мир и участвовали для этого в террористической организации.